Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас на канале обучение и саморазвитие. Сегодня мы поговорим о том, как отдать свои старые вещи без вреда для себя и стоит ли это делать вообще. Ведь существует мнение, что отдавая свои вещи кому-либо, мы обмениваемся с ним энергией, и это может иметь на нас определенное влияние. А также мы далеко не всегда знаем, что с нашими вещами затем эти люди будут делать и кому передавать по цепочке, и кто именно их будет в итоге носить. Итак, куда девать свои старые вещи и волосы? Хотя то же самое можно сказать и про выбрасывание вещей. Согласно теории обмена энергией, вещи также, если их просто выкинуть в мусор, гниют вместе с энергетикой человека, который может оставаться на всех его вещах, либо попадают в руки к другим людям. И от того, к какому человеку попадет та или иная вещь, как говорят экстрасенсы, может зависеть очень многое. То же самое можно сказать и про пожертвование вещей нуждающимся. Хорошо, если эти вещи попадут к какому-нибудь более-менее нравственному человеку, тогда обе стороны от этого получат только благо. Но что если ваши вещи попадут, к примеру, к человеку, который употребляет алкоголь или ведет иной саморазрушительный образ жизни? В таком случае вы можете обменяться энергией с этим человеком. Что делать со своими старыми весями в таком случае? И в случае, когда мы отдаем свои вещи кому-либо, это всегда своего рода русская рулетка. Мы наверняка не знаем, кто их будет носить и какой образ жизни ведет этот человек. А отдать свои любимые старые вещи какому-нибудь больному, духовно или физически человеку, это практически то же самое, что своими руками навести на себя порчу. Человек, который так поступил, будет неизбежно получать весь этот негатив. Более того, даже в случае, если мы отдаем свои вещи менее обеспеченному знакомому, тоже нельзя с полной уверенностью сказать, что такой поступок является правильным. Что делать со старыми вещами? Итак, если отдавать или выбрасывать вещи, пропитанные собственной энергетикой весьма опасно, то тут возникает вопрос, что же тогда делать? Неужели, опасаясь этого, стоит превратиться в печально известного плюшкина и заодно превратить свой дом в свалку, боясь выбросить любую лишнюю вещь? Нет, разумеется, такой вариант тоже немногим лучше. Если речь идет о том, как безопасно для себя утилизировать старые любимые вещи, к которым вы реально привязаны, то лучший вариант – придать их огню. Огонь полностью разрушает информационную составляющую вещей. С давних времен огню приписывались очищающие свойства. Именно поэтому средневековые инквизиторы так любили сжигать ведьм. Они верили, что огнем очищается даже грешная душа ведьмы. Ну а о том, что при этом гибнет тело, предпочитали не задумываться. В самом деле, какие мелочи, так сказать, побочные эффекты? В общем, огонь и правда обладает очищающими свойствами. По этой же причине наши предки во время различных праздников и обрядов прыгали через костер. Это был едва ли не повседневный ритуал очищения. Поэтому если есть необходимость утилизировать старые вещи, то лучше придать их огню. Кстати, то же самое можно сказать про волосы, ногти и так далее. В древности их никогда не выбрасывали, потому что если они попадут в руки к недоброжелателю, да или хотя бы просто будут где-то гнить, то последствия для человека могут быть печальные. Поэтому волосы и ногти просто выбрасывать тоже не рекомендуется. Но вот куда деть свои старые вещи и волосы? Кстати, говорят, что когда стригут президента и разных влиятельных лиц, то охрана обязательно по инструкции собирает волосы и затем сжигает. То ли боятся подобного, то ли даже какой-то магии. Ведь действительно, в каждой первой книге по магии первым делом, чтобы принести кому-то вред, нужно достать его волосы или кусочек любимой одежды, о чем опять же стоит задуматься. То же самое можно сказать про донорство. Помощь больным и нуждающимся – это, конечно, здорово. Но если тот человек, которому вы отдали свою кровь, будет жить неадекватно, для вас такой, на первый взгляд, благородный поступок может закончиться весьма печально. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное – подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Как жертвовать без вреда для себя? Теперь другой, более сложный вопрос. Как пожертвовать свои старые вещи, чтобы не причинить себе вреда? В первую очередь стоит отметить, что в принципе не стоит ничего жертвовать людям, образ жизни которых, мягко говоря, далек от адекватного и того, какой ведете вы. Потому что в данном случае происходит обмен энергии. Кого мы поддерживаем в материальном или духовном плане, от того мы и будем получать энергию. К примеру, если мы пожертвуем свои вещи алкоголику, то в процессе обмена энергии процент того, что будет происходить с ним, так или иначе, на тонком плане, будете получать и вы. И этот закон действует и в обратном смысле. Если пожертвовать вещи какому-либо достойному человеку, то вы будете получать процент со всех благих поступков, которые тот совершает взамен вашей помощи ему в виде тех вещей. Поэтому, если есть человек, которому действительно ваши вещи принесут благо, и который сам живет по вашим меркам вполне адекватно, то есть как минимум не причиняет вреда себе и окружающим, то такому человеку от души вполне можно пожертвовать свои даже самые любимые вещи, которые вы носили достаточно долго. Ну а вот вопрос, стоит ли отдавать свои старые вещи, это выбор каждого. Можно, разумеется, не верить в обмен энергии с теми, кому мы отдаем свои вещи, и считать все это предрассудками. В любом случае, чаще всего, человек учится на своих ошибках. И это до какой-то степени правильно, потому что в любом вопросе наиболее ценным является личный опыт. Лишь убедившись в чем-то на личном опыте, можно точно быть уверенным в истинности или ложности тех или иных утверждений. Проблема лишь в том, что большинство людей не умеют выстраивать причинно-следственные связи, и порой, отдавая свои вещи кому-то, а взамен стабильно получая болезни и проблемы, люди склонны объяснять это типичным «не повезло». Но, друзья, мы живем в математически обусловленном мире четких причин и следствий, где никакого везения и невезения быть не может, так же, как и никаких совпадений. Если проявилась какая-то проблема, у нее есть причина. И если, раздавая вещи, вы замечаете, что в жизни начинают проявляться трудности или тем более болезни, то, может быть, это повод задуматься? Вопрос прост. Можно ли отдавать свои старые вещи без вреда для себя? Во всем существует баланс. И прежде чем обмениваться энергией с порой вообще незнакомыми нам людьми или отправлять свои вещи на свалку, где они будут гнить, следует крепко подумать о том, готовы ли вы к внезапным неприятностям, которые даже, хоть и не точно, но в теории, вполне могут прийти за тем и в вашу жизнь. Можно ли отдавать вещи для чужих похорон? Так что, как говорится, доверяйте и перепроверяйте. Главное, не делайте совсем уж безумных действий, о которых потом можете очень сильно пожалеть. Например, никогда не давайте свою одежду для чужих похорон, чтобы в ней хоронили умерших. Даже если не верите ни в какую энергию или магию, просто вы сдержитесь от этого на всякий случай. И лучше купите вместо этого новую одежду для похорон друзей или знакомых, даже если ваш размер очень хорошо подходит для умершего. Есть такое количество тысяч историй с этим связанных, что даже обычные уже давно ни во что потусторонние не верящие и, казалось бы, ничего не боящиеся работники моргов настоятельно рекомендуют воздерживаться от подобного. Да и самые сильные виды черной магии, существующие уже тысячи лет, также используют подобные принципы. Так что мы строго не рекомендуем перепроверять это на себе или своих близких. Хотя уверен, что 99% адекватных людей это и так понимают даже чисто подсознательно, даже без наших советов, особенно если хоть немного задумаются и послушают свою интуицию. Ну а если верите в одно и что это может на вас хоть как-то негативно повлиять, соответственно и все остальное, связанное с этим, может в итоге также оказаться правдой. Так что в следующий раз внимательно думайте, куда девать свои вещи, волосы и даже ногти перед тем, как отдавать свои любимые старые вещи кому попало или выбрасывать их на помойку. Ну и живите счастливо и здорово, чего мы вам и желаем. А также смотрите на нашем канале и другие видео о саморазвитии. И даже то, что происходит с душой человека после смерти, как правильно поминать и многое-многое другое. Но на этом еще не конец, вернее все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!